Приветствую вас. Я бы хотел выделить несколько моментов в вашем вопросе, которые вы задаете. Значит, во-первых, почему вы, когда 20 лет, ну, я так понимаю, 20 лет назад развелись, продолжили жить под одной крышей? Совершенно очевидно, что люди, которые развелись, они должны каждый найти свой путь. То есть, вам нужно было найти своего мужчину, да, и 20 лет сидеть с другим мужчиной, соответственно, являясь полноценной женщиной, полноценной женой, да, то есть, реализовывая себя максимально. Ну, а мы, соответственно, то же самое, да, вашему. Вот. То есть, вы этого не сделали по какой-то причине. Из-за чего не сделали, непонятно. Вы об этом здесь не пишете. То есть, развестись вы развелись, а фактически разойтись с мужем не смогли. Не важно почему. Не важно почему. Вы не смогли. То есть, вы не взяли ответственность на себя за обустройство своей жизни. За обустройство своей личной жизни. Понимаете? Это первый аспект. То есть, вот вы пишете, прожили с мужем 18 лет и еще 20 лет в разводе, но живем под одной крышей. С чего, почему, с какой стати. Ну, хорошо. Допустим, может быть такая история, что вам и ему некуда идти. Хотя это, ну, вероятность этого достаточно мало. И, как правило, для взрослых людей это абсолютно не серьезный аргумент. Вот. Допустим, нам некуда идти, но почему вы не обустроили свою жизнь, да, то есть, допустим, не нашли себе новую мужчину, да, там и так далее, и так далее, и так далее. Это вопрос. Это вопрос. И здесь можно говорить о некой такой экзистенциальной позиции вашей, мировоззренческой. Например, что это отец моих детей, и что я не могу их уже бросить, или, например, что я больше не встречу такого мужчину, или что все отношения это труд, это боль, и зачем мне начинать новые отношения, когда у меня уже что-то есть. В таком случае, зачем вы развелись? То есть, для меня Ирина, как для психолога, здесь наблюдается противопротиворечия. Мы научим много гадать, почему вы это сделали, если честно, гадать я не хочу. Вот. Лучше бы это разобрать. Почему вы развелись на 25, живете с чужим человеком? После развода он чужой. Да, он бывший мужчина, да, он отец ваших детей, но он чужой для вас. Это первое. Второе. Ваша вина, да, ваша вина. Значит, тонкость, 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 Одновная тонкость. Одновная тонкость в том, что причины для того, чтобы себя винить, реальные причины для того, чтобы себя винить у вас есть реальные причины. Например, вы, вы, не, значит, ну, не показали, мужчине, да, что самостоятельно, можете, ээээ, нести ответственность за свою жизнь. Вот. Понимаете? Понимаете? Вы не показали ему? Не показали. Вы не отдалились, эээ, от него? Нет. Вы продолжили, эээ, жить, эээ, значит, эээ, с ним, с ним вместе. Несмотря на то, что выразили, проползили. Вы не столкнули человека, человека с, эээ, последствиями его действий? Нет. Не столкнули. Вы показали ему своим примером, что можно по-другому? Нет. Не показали. Понимаете? Действительно, ээээ, в какой-то степени на вас влезет ответственность. Вот именно за это, именно за это, то есть поймите простую вещь, что любая ответственность, она имеет границу. Да? То есть ответственность ваша, она распространяется только на вас. Она не распространяется на, ну, на другого человека. Но когда какие-то ваши действия и поступки влияют на других людей и влияют негативно, то вы за это ответственность идет. Я уверен, что вы не могли не знать, я уверен, что вы не могли не знать, эээ, к чему приведет ваш выбор. Вот. Вот вы и знали, что муч ваш, он, ну, бывший, небывший, неважно. Он сам каких-то действий не сделал, да, он сам шагов каких-то не припримет для того, чтобы ситуация в его жизни поменялась. Вы это знаете, ну, вы это знали, но зная это вы оставались все равно с ним, не мотивируя его что-либо менять. И теперь вы себя обвиняете. Вот это, по сути, это, знаете, по сути, это классическая картина созависимости, созависимых партнеров, да. Когда, например, ну, вот в вашем случае муж, да, муж, допустим, алкоголик, вот, он пьет, да, он пьет, он, ну, у него проблемы есть с алкоголем, вот, допустим, у вашего мужа, я как-то не понял, насколько серьезно все, да, тут на этого сейчас еще коснусь, вот. Пример такой, да, муж, мужчина имеет проблемы с алкоголем. Имея проблемы с алкоголем, человек, соответственно, живет определенной жизнью. Вы с ним встречаетесь, вы связываете с ним свою жизнь, и вы каждый раз, когда он пьет, например, вы, там, грубо говоря, его ругаете, вы плачете, вы пытаетесь с ним разговаривать, вы его, там, ну, грубо говоря, поддерживаете, выгораживаете перед другими людьми, скрываете его алкоголизм, ну, допустим, допустим, да, это просто, ну, просто пример. Вот здесь, с одной стороны, вы не ответственны за то, что у человека проблемы с алкоголем, потому что это его, его жизнь, его выбор. Но, с другой стороны, своими действиями вы не способствуете тому, чтобы человек отказался от привычки, отказался от пагубной привычки, ну, например, употреблять алкоголь, понимаете? Поэтому вот здесь все, что можете сделать вы, это подкорректировать свое поведение, чтобы у человека появилось максимальное количество мотивации, да, что-то менять. Поскольку в вашем случае вы пишете, что не можете избавиться от чувства вины и что это вы сделали его таким, то ваше чувство вины является нефункциональным, да, то есть это не продуктивное чувство вины, это не мотивирующее на что-либо, значит, чувство вины. А это значит, что все, что вы делали, все, что вы делали, скорее всего, все, что вы делали, имело одну лишь только цель, и эта цель привести себя в такую вот ситуацию. то есть вы бессознательно, с точки зрения психологии опять же, вы бессознательно выбрали такой сценарий для себя, чтобы себя по итогу обвинять. И обвиняя себя, вы чувствуете, как это не парадоксально, да, обвиняя себя, вы чувствуете себя лучше. Вам так спокойнее. Что это? Запрет на счастье, запрет на успех, хотя успех у вас вроде бы есть. Это из вашей семьи идет, из вашей семьи родительская идет. Может быть еще какая-то история, нужно разбирать. Но еще раз повторю, что если вы по итогу пришли к тому, что вы себя обвиняете, да, то есть вот, ну, вредите себе откровенно, разваливаете на себя ответственность больше, чем она на самом деле есть, и при этом не делаете ничего, не делали ничего, чтобы реально освободить и помочь человеку в разумных пределах подкорректировать свою жизнь, чтобы у него хотя бы был выбор, да, выбор разумный и объективный для него. Все это говорит о том, что вы к этому шли целенаправленно. И таких историй, таких сценариев, когда люди делают все, чтобы себя обвинять, их достаточно много, к сожалению. Вот, и сценарии эти, они по большому счету связаны с тем, что человек руководствуется словом «надо», а не «хочу» или «могу», да, а «надо», «я должна». Знаете, вот, вы, наверное, что-то себе говорите, что вы должны. Вот. Ну вот, по итогу, так и получается. Я не сомневаюсь, что вы занимаетесь творчеством, и я не сомневаюсь, что творчество у вас получается неплохое, я в этом не сомневаюсь, но, вы извините, опять же, да, то, что в данном случае творчество можно воспринимать как саблимаш, саблимашство, вот. Хорошая новость состоит в том, что вы ничего не потеряли, начинать можно прямо сейчас, да, то есть можно прямо сейчас начинать менять свое поведение, менять, корректировать свои действия, вот, и, собственно, выходить из этих отношений с мужем, да, и либо отдаляться от него, либо что-то еще, либо искать себе, там, партнера, вот, и взаимодействовать с ним, ну, либо-либо-либо что-то еще. То есть все вот это вот можно делать, вопрос в том, хотите ли вы этого, вот, с одной стороны. С другой стороны, чувство вины вам для чего-то нужно. То есть, здесь все как, в общем-то, в кошмаре. Вот, знаете, да, когда нам снятся кошмары, вот, это, нам видятся наши желания в этот момент, нам видятся в этот момент наши желания, которые мы с одной стороны хотим, с одной стороны хотим, а с другой, с другой стороны, да, мы тебе запрещаем это. Ну, не позволяем мы себе это. И вот так появляется кошмар. То же самое с чувством вины. То есть, избавляться от чувством вины не нужно. Необходимо понять, что за ним, за чувством вины есть ряд ваших чувств, есть ряд ваших желаний. Реализовать их, реализовать их, эти ваши желания, можно и нужно. И только тогда ваше чувство вины уйдет. Только тогда оно перестанет иметь место быть и перестанет иметь над вами власть. Вот. Понятно, что чувство вины, да, оно возникло, ну, не на пустом месте. То есть, понятно, что у чувства вины, да, есть, как бы, свои основания. То есть, как бы, вас кто-то научил обвинять себя. И это, скорее всего, опять же, родительская семья ваша научила вас так к себе относиться. Вот. И само по себе это, к сожалению, не убрать. Потому что чувство вины это постоянно обвиняющий голос, который говорит, что ты должен, ты должна, ты могла, ты не сделала, ты не справилась, ты должна, давай, надо и так далее. Вот. Ну, как вы понимаете, я надеюсь, как вы понимаете, то, что хорошего в этом, в этом ничего нет и быть не может, в принципе. Вот. Поэтому здесь история именно такая. Дальше. Так. Вы пишите, много обид накопилось, в какой-то момент перестал помогать мне и дочери. Ну, соответственно, вам для начала нужно избавиться от своих обид. Опять же. Понятие, что, во-первых, во-первых, мужчина, скорее всего, скорее всего, не так уж сильно любил вас и вашу дочь. Ну, насчёт вас не знаю, а ваша дочь точно. Ну, вот, потому что, если мужчина перестаёт помогать дочери из-за каких-то своих обид, ну, это говорит о том, что, извините, человек, ребёнка не воспринимал, ну, вот, как такового папа, то есть он воспринимал его исключительно, возможно, как, ну, скажем, привязку к вам. То есть многие мужчины, многие мужчины, они воспринимают, вот, значит, ребёнка, да, они воспринимают ребёнка, как, ну, они воспринимают ребёнка, как составную часть своей женщины. Женщины. Вот. И всё, на самом деле. Вот. Это, конечно, серьёзная проблема. Вот. Это, конечно, серьёзная проблема. Но, тем не менее, это не ваша ответственность. Ваша ответственность, опять же, в том, что вы не пытались разрешить эти обиды, не обратились к психологу, не разговаривали с мужчиной, оценились от него и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть у вас здесь, опять же, некая такая пассивная позиция очень на всё это. Дальше, значит, перестал помогать не дочери, а дочь был помогать вам. Как вы это восприняли? Отстранился, как вы это восприняли? Учёл себя, когда началась перестройка. Не очень понятно, здесь вот смысл вашего, ну, смысл того, что вы пишите, не очень понятно. Иногда пьёт, но так, что остановиться не может от кодировки до кодировки. То есть, если у вас есть некая противоречия, смотрите, вы пишите, иногда пьёт так, что остановиться не может от кодировки до кодировки. То есть, если кодировки есть, значит, это алкоголизм, если кодировка. Но как тогда это, как тогда это связано, как тогда это увязывается с тем, что он пьёт иногда? Вот. То есть, мне как-то вот этот момент, мне как-то не понять. Так он иногда пьёт или от кодировки до кодировки? Вот. Если от кодировки до кодировки, это не иногда, это постоянно. Просто, ну, кодировки не дают, но постоянно. То есть, согласитесь, согласитесь, тут как-то вот вы совсем неопределённо выражаете. А ведь это ваш, вроде как, самый близкий человек, ну, по крайней мере, был. Также непонятно, когда он начал пить, когда у него начались кодировки. Если это во времена перестройки, то как ваши отношения тогда? Почему вы это всё терпите, опять же? Вот. А я работаю общаясь с детьми-внуками, с друзьями, занимаюсь творчеством. Супер, почему свою личную жизнь не устраивается? Непонятно. Он сидит в соседней комнате, не работает, смотрит телевизор, сидит на компьютере, иногда пьёт. Супер, это его право, это его выбор. Сделайте так, и чтобы у него не было денег и средств это делать. Он и на ваши деньги пьёт, правильно? Ну вот и всё, вы не обязаны содержать его. Не хотите испытывать чувство вины, перестаньте его обеспечивать. Всё? Вот. И вопрос, что делать, да, Ирина? Что делать, чтобы что? Избавиться от чувства вины, это индивидуальная работа с психологом. То есть чувство вины родом из детства. Ну вот. Учиться строить гармоничные отношения с мужчинами, также это индивидуальная работа с психологом. Вот. То есть, так вот вам никаких, какие рекомендации вам вот так не помогут. Вот. Никакие рекомендации. Таким образом вам не помогут. Потому что сложна ваша история, вы о себе ничего не пишете. Кстати, тоже такой, ну достаточно тревожный, тревожный сигнал о том, что вы ничего не пишете о себе. Потому что ваши чувства, ваши переживания здесь очень важны, а вы как-то совсем об этом не говорите. Вот. И это проблема на самом деле. То есть я, исходя из этого делаю вывод, что вы склонны к тому, чтобы принижать свои чувства. Вот. И быть сильным. Может быть это и есть основная ваша проблема, что вы стремитесь быть сильным даже там, где это не нужно. Вот. Может ли такая история? Вполне. Может быть. И тогда это один из психологических драйверов. Например, будь сильный. Который тоже родом и с детства. Вот. То есть вы определитесь, чего вы хотите что делать. Кстати, вопрос стоит не так. Не что делать стоит вопрос. Вопрос стоит несколько иначе. Чего вы хотите. Вот. Избавится отчество вины? Неправильный, неправильный вопрос. Потому что, ну я уже сказал, да, почему. Потому что это означает подавление ваших, ваших желаний опять же. Вот. Вот. Вот так. Вот примерно такая история. Именно так можно вам ответить на ваш вопрос. В целом, именно вот про само чувство вины, да, как таковое, вот в целом. Я надеюсь вам понятно что. Ну и ситуация с мужем, надеюсь понятно что же. Вот. Я не думаю, что вы такой человек, который, знаете, будет слепо следовать советам других людей. Тем более, тем более странным выглядит ваш вопрос. Что делать? Это же совет? То есть психологи не могут давать совет. Вот. Понимаете? А, допустим, у вас с вашим мужем полностью потерян контакт, да? Допустим. В таком случае его нужно, этот контакт налаживать. Допустим, у вас есть мотив его налаживать, у него нет мотива его налаживать. Соответственно, нужно этого мотива все придать. Если контакт есть, его можно использовать для того, чтобы сблизиться, чтобы что-то корректировать и так далее. С этим нужно разбираться. Разбираться. Вот. Если вы не хотите иметь с ним контакт, то об этом я уже говорил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.